друзья всем привет сегодня вместе с вами будем готовить очень вкусное блюдо скажем так не такое калорийное как обычно это бывает чебуреки из кабачков да это очень сочно и вкусно получается итак друзья первым делом что мы делаем берем нарезаем на мелкие кубики лук режем очень злой лук наливаем немного масла отправляем сюда лук и обжариваем лук до прозрачности лучок периодически помешиваем итак друзья лук стал прозрачного цвета и отправляем сюда фарш у меня фарш свиноговяжий такой не жирненький теперь все это вместе соединяем и обжариваем хорошо фарш с луком сейчас постоянно прям помешиваете чтобы у вас тут фарш уже хорошо соединился с луком чтобы он таком куском не был рассыпчатый фарш у вас получился нужно постоянно постоянно сейчас это все помешивать чтобы она все соединилась объединилась поженилась подружилась у вас солить пока не нужно итак друзья значит что у нас здесь сок выделился видите он такой стал рассыпчатый фарш значит огонь пока не убавляем нам нужно его слегка обжарить часок у нас здесь выпарится и он начнет обжариваться и так друзья фарш уже начал обжариваться тоже постоянно помешивайте обязательно чтобы не пригорел огонь мы не убавляли вот как только он у вас слегка уже обжарился теперь можно посолить на соль будете пробовать у всех разные вкусы и перчик добавляем теперь все хорошо соединяем обязательно пробуем достаточно вам соли или нет и нет добавляете так друзья мне соли достаточно но вы тоже солью смотрите сильно не переусердствуйте потому что у нас же будут тесто из кабачков мы тоже его будем солить еще сюда будет добавляться сыр сыр тоже солененький поэтому смотрите так чтобы было приятно на вкус на соль и у вас начинка все друзья начинка у нас готова мы ее отключаем и так друзья теперь фарш у нас начинка готова теперь мы берем кабачки отрезаем попки кабачки молодые у них кожица тоненькая поэтому я буду натирать на терке вместе с кожицей если у вас кабачки там кожица это уже такая немолодая скажем так снимаете нее и так и берем теперь на крупной терке натираем кабачки и так друзья натерли кабачок теперь солим хорошо все соединяем и нам нужно чтобы кабачок выделил сок этот сок мы потом будем отжимать он нам лишняя влага нам не нужно вот перемешали хорошо кабачок с солью и убираем в сторонку и так друзья пока у нас кабачок с солью стоит сок выделяет мы натрем на крупной терке сыр сыр берете у меня моцарелла или сулугуни у меня моцарелла в данный момент натираем и так сыр натерли кабачки у нас осели теперь мы берем и хорошо отжимаем жидкость эту всю из кабачков и перекладываем другую чашечку итак друзья отжали убрали лишнюю влагу сок теперь сюда мы добавляем одно яйцо перемешиваем хорошо перемешиваем чтобы яйцо хорошо соединилось с кабачком и так теперь сюда добавляем соль не нужно нам добавлять сюда почему потому что у нас соли была замоченный кабачок соли здесь осталось сюда теперь добавляем сухой чеснок если нет сухого можете добавить свежий чеснок пару зубчиков опять хорошо соединяем и теперь сюда добавляем муку муку тоже смотрите уже по своей консистенции потому что у вас может допустим там больше сока вы меньше его отжали и добавляете уже больше муки чем лучше вы отожмете кабачок тем меньше будете класть сюда муки у меня мука рисовая то есть у меня кабачки получается чебуреки будут безглютеновый нет рисовая добавляете обычную муку так добавили сейчас две ложки перемешиваем и смотрим по консистенции так еще одну ложечку я добавляю смотрите пшеничной муки и и меньше нужно будет класть вы уже посмотрите по консистенции рисовой муки и чуть чуть больше кладешь итак друзья вот такой консистенции получается у нас тесто она не жидкая но и держит форму вот вы в ложку и набираете и она у вас ну держится хорошо тесто это еще сюда добавляем перчик добавили перец и перемешали и все тесто наше готово теперь сейчас будем жарить чебуреки собирать жарить итак друзья ставим сковороду включаем огонь и наливаем немного растительного масла итак друзья масло у нас разогрелось теперь берем и выкладываем выкладываете уже какой вы хотите размер сами хотите большие хотите маленькие это уже на ваш вкус берем выкладываем и распределяем делаем такой блинчик так огонь убавляем на самый самый маленький ставим какой у вас есть убавили огонь теперь выкладываем на блин на одну сторону блинчика выкладываем фарш сверху на фарш выкладываем сыр и так теперь берем и складываем одну часть на одной частью накрываем сверху фарш сыром вот так хорошо придавливаем где-то если порвалось ну разорвалась ничего страшного так огонь мы убавили теперь берем накрываем крышкой и обжариваем с одной стороны потом переворачиваем и с на медленно-медленном огне так переворачиваем и жарим с другой стороны тоже 5-6 минут на медленном огне ну вот друзья и приготовили мы чебуреки из кабачков они очень вкусные ароматные сейчас мы будем дегустировать тут моя у меня родственница в гостях так я приглашаю и рачку сюда итак ну что будем дегустировать наши чебуреки тоже любят тут нажарила вкусненько друзья корочка хрустящая внутри он нежный прям тает во рту друзья это очень-очень вкусно еще раз попробуем раз еще раз пробуем вы понимаете да как это вкусно так что друзья пробуем готовим это получается очень вкусно быстро и поверьте вы удивите своих домочадцев такими чебуреками всем пока и до новых встреч в новом видео